Мы снова врываемся в эфир, нас ждет вторая игра В последний момент успел я все сделать Еще раз, точнее не еще раз, а наверное принесу свои извинения в первый раз Действительно здесь что-то подвело в плане техники И эксплит упал, вместе с ним отключилась дота Надеюсь больше такого не будет Давайте быстренько поправим счет в играх Не сработала фишка сирена через радианс Но я бы не сказал, что это какая-то была ошибка Именно сирена через радианс Ну просто уровень совершенно не тот И LGD просто разнесли А такт и билд очень интересный Я бы на него посмотрел Сверху иконы героев не видно Да, я это уже понял Но это было в прошлый раз Сейчас у нас геймсурс И все должно быть видно Да, я естественно последний, кто загрузился Потому что рестартнул доту Ну и начинается вторая игра Давайте почитаю Ты все еще тут Там аналон стримит Какой еще аналон? Ну я понял Да, я все еще тут Мы без задержки Только давайте об этом никому не говорить На самом деле Большого значения не имеет Потому что Вряд ли EG тоже смотрит мой стрим Да, выиграли LGD Первый матч Причем очень уверенно За время падения стрима Мы не пропустили ни одного килла К счастью И в общем-то ничего не пропустили Но по-моему мид снесли Хотя я не уверен Может быть мид снесли еще во время Да, по-моему мид снесли еще Когда мы Смотрели игру Заработало Вряд ли это дедос Это чисто железные траблы Иксплит подвел Да, меня иксплит подвел Иксплит красава Так, так, так Раз, раз, раз Да Немножко бустанулся микрофон мой Ничего Ты стал громкий Да, я стал громкий Я читаю комменты сверху Поэтому Такой слопок Во время падения стрима Ни один герой не пострадал Мы не видели, как забрали Рошана Видели, по-моему А, у вас же задержка Да, вы не видели Ну, это было так Они пришли И забрали его Вообще ЕГЭ в этот момент Они пришли первый раз Помешали Что-то там поделали Ушли И как только они отошли Тут же налетели на Рошана LGD Забрали его Ну, в общем, ничего там не было Вообще Ближайший герой к Рошану У ЕГЭ Стоял Парышкой Да ладно Сирена от ЕГЭ В очередной раз Тайтхантером Отвечают Брюмастером Энигмой И Лешраком Брюмастера в этот раз В бане не было И его забрали Опять Рубик На свои сильные стороны Делают ставку Тайтхантер с сиреной На мой взгляд Гораздо лучше Комбиться Потому что Ему ничего не мешает Ультануть Ему там не нужно Убирать позицию У него хороший радиус И, в общем-то Простой ульт А вот Энигма тяжеловата Энигма зато есть У LGD Вместе с Брюмастером Чен Тинкер И Лекан В бане В очередной раз Были от LGD ЕГЭ Ответили Инвокером Дарксиром И профитом Инча Также отправляется В бан Опять Дисраптор Забанит А вот здесь Нет Здесь могут И не забанить Смысл банить Дисраптора Когда нету Такой комбы Сам по себе Против Сирены Но он неплохо Играет Он может ее После ульта Вернуть Неприятно Он может На того же Тайтхантера Костануть свой ульт В эпицентре В какой-то замес И не дать ничего сделать Но я думаю Что нет Я думаю Что Дисраптор Если здесь и будет То От команды LGD И не потому Что Сирена А просто Потому что Хороший герой Отдали Рубика Но только что Они от Рубика В прошлой игре Вообще никак Не затерпели Инфа По Тонг-фу ЕГЭ Есть в новости Прикольно Если через 5 лет Пул героев 200 штук Я думаю Возможно Кого-то будут убирать Я не исключаю Такой темы Вообще Причем убирать Вот Ну точно 200 штук Вряд ли будет Это Хотя Почему нет Я думаю Что когда-то Сказать Что 108 героев Будет в доте Сказали бы Да бросьте Куда столько Интересно Интересно Врядяная жаба В ДТ2 Героя создавать Будет Я думаю Будет Конечно А вот Войдут ли они В первую Я не знаю Я думаю Что нет Так Тра-та-та Хаймайл Визажа Кто-нибудь Ну видимо Пикал Ну пикали Но не на моих стримах На моих стримах Еще не было Ни одного Визажа Ох я там слышу Чем ответили? Они взяли Шадоу Шамана и Драгон Найта Ну, держитесь, ЕГЭ Вас сейчас будут пушить, пушить жестко Энигма, Шадоу Шаман, Драгон Найт Брюмастер, Лиша, все пять героев Великолепно подходят для пуша Сирена, Тайт Ханта, Рубик ЦМ, ну ЦМ это Вопрос очень такой Интересный Посмотрим, как она, конечно, Отыграется Даже котла Пиколя Да, котла Это все европейцы тестят, вот Сирену Первыми начали пикать Азиаты, а котла Визажа европейцы, вот так как-то Они Его нет еще на ЦМ Есть на ЦМ И не надо ругаться Лет через пять Умал будет 10к побед, но с такими Темпами вряд ли К тому же наверняка будут какие-то обновления Лаг Доты смачный Все пикуют героев Морф от ЕГ последним пиком Вот сейчас что-то наподобие Тонг-фу ЕГ первая игра ЕГ должны очень быстро пушить У них, конечно же, есть на Лейд хороший герой Я имею ввиду Драгон Найт, который Раздает ОГОГО Но Им затягивать смысла здесь нету Против Сирены и Морфа А вот задавить их Они могут Причем Засекаем сейчас время Даже не время А такие часики На которых, я не знаю Экспа Драгон Найта Вот как только шестой уровень Пойдет какое-то жесткое давление Будет на одном А, на первом канале Я думал на одном Мне для начала нужно на одном его комментировать А не распыляться на 10 разных плееров К сожалению, это не моя прихоть Пошли баннеры Очень красивые Вот баннер ЕГ прогрузился Видите, баннеры еще прогружаются Не сразу Флаги должны грузиться А, флаги ЕГ уже есть Флаги LGD также есть Энигма Через 10 лет Дота будет популярнее Олимпиады Нет У компьютерных игр Нет такой тенденции Они какое-то время живут И потом Умирают Ну, как бы Дота, она живет долго За счет того, что была первая игра Сейчас вторая часть Она как бы все больше и больше популярность набирает Ну, взять там тот же варик 10 лет примерно SKBV 10 лет Ну, может быть 15-20 там В сумме Если с самого начала до самого конца Пацаны, я качаю лог Пожелайте мне удачи Удачи тебе LGD запушит за 25-20 минут Ну, я так тоже думаю Выйдет Варкрафт 4 Возможно Нет, ну Варкрафт уже доживает Но еще живет Пока что Варкрафт 3 поигрываешь И не забил Я не поигрывал Даже когда комментатор Мол, я поигрывал до того Как им стать Ну, так чуть-чуть Поигрывал Я бы не сказал Малыш, что ты думаешь Об игре Na'Vi Да ничего Посмотрите интервью Дэнди Хвост, видимо С ребятами Опять пришли На веселе Либо все были На веселе Играли совершенно Не в свою игру Я не верю Что Na'Vi В сухую Могли проиграть МТВ В нормальном состоянии Своем Вот Говорить что хотите Ну, я не знаю Как там все было Но определенно Что-то не то Что-то не то Близе Разрешили сделать Игры Д3 Тому пример Ну, не знаю Ну, Д3 Мне лично Потому что я видел Не понравился Сам не играл И у нас От Плауза Анпауза Яо на Брюмастере Вместе с ДДС и ДД, конечно Ну, конечно ДД Связка Саппортов С почти Одинаковыми Никнеймами ДДС Из Макао Да? Нет? Я вот не помню ДДС или ДД из Макао Я должен Прочекать Эту инфу Обязательно До того Как начнется Битва Иначе Она мне Покоя давать Не будет Знаете Есть такие вещи Которые Пока не чекнешь Да ДДС Из Макао Есть Я запомнил Значит Все-таки Наконец-то Так-так-так Говорили, что С такой игрой Нечего делать На интернешнале Ну, ребят Вот перед вами Сейчас Китайцы Это претенденты На первое место Интернешнл На первое, второе Третье место О, здравствуйте Нет, ну Лишак Конечно Даст стан Он не вкачал Спелл Молодец На этот раз Подумал Не вкачал Вкачай А, вот так вот даже Проели ветками Да Да, тут всего одна веточка По сути дела Нужна была Или две Нет, два дерева Вроде как съели Да, вот Раз, два Два пенька Опять два кольца Но мы уже знаем Что это будет за сборка Нет, бульба не русский Но Я недавно Мне кинули ссылку На Синг Синга Как он общается Из этой Ссылки на это видео Я понял, что Во-первых У него прекрасный В кавычках Английский Когда он Маус Спортс Написал Как Маус Порт Мышиный Порт И даже Не Маус Как мыши А Маус Как, я не знаю Как Клаус Через букву М А потом Он Хотел В общем Очень сильно Стоять Мид Отправил Парня Домой И Нецензурными Словами Это все Снабдил Не снабдил Как-то Приправил В соло Пойдет Энигма Ксяо Хороший Хардлайнер Майлка Интересно Майлка Маска Считает Килы Не считает А нет Вот она Нет Тоже не считает Сминог В руке Точнее Кальмар И акула Натянута На якорь Попытка Сыграть Сиреной Через Радианс Дубль 2 А демон Все-таки Уходит В хард Как это было В первой игре Сегодняшнего дня Но в первой игре Сегодняшнего дня Он стоял Там против Соло Баунти Тут он будет Стоять против Жесточайшей Триплы Которые его Не отпустят Если поймает А Юниверс Сфиром Даблу Вот ЦМка Для такой Даблы Это вообще Зачет На Миде Смарфом Вот это Хорошо Я лол Скачал Зашел В игру Меня назвали Нищем Удалил Ну Как бы С дотой Точно так же Должно Произойти По идее Если ты ее Только скачал Первый раз Играешь Ты априори Не можешь Тащить Хотя попадаются Новичкам Новички Поэтому Сейчас один Настольный теннис Смотрит Больше людей Чем доту Ну естественно Это спорт Он все таки Популярнее Киберспортов Разве тем более Олимпиада Раз в 4 года Проходит У меня так же Хотя Разговорный Английский Но Отлично А ну Может быть Это Типа Прикола Ну я тоже Думал Что это Скорее всего Какой-то Прикол Такой Ну не потому Что прикол А как Любят Они Всякие Слова В основном Это От американцев Пошло Синг Синг КВМ Поиграли Санта И Дэнди Теперь отлично Знают русский Матерный язык Да Я слышал Как Санта Их учил Ночью Было Это дело Он Хором Заставлял Их кричать Но И теперь Они Видимо Не могут Нет Нет Он Он Не Быстро Печатал Сделал Куча Ошибок Он Сознательно Это Печатал Но Я думаю Не из-за Того Что Он Вообще Не Разговаривает На Английском Скорее Все Он Разговаривает На Английском Ну Не то Что Совершенственно Свободно Учитывая Что Он Стрим Свои На Английском Ведет Конечно Не Спешл Тактикс Ну Я Не То Чтобы Смотрел Вайт Ра Вообще Вайт Ра Могу Сказать Что Я Смотрел Было Одно Время Еще Зимой Ночью Почему Потому Что В основном У меня Режим Тогда Был Сбит Наглухо И Спал Я Не Ночью А Днем А Вайт Ра Как раз Стримил Ночью И У него Очень Классная Музыка Была Она Просто Была Божественна Ну Да Санта Там Причем Ну Я По Никней Не Узнал Но По Голосу Санту Спутать На ИТ Будут Сидеть Да Нет На ИТ В основном Это Черта Русских Ну СНГ Игроков Мы Увидели Как Хвост Тогда Кричал На Стар Ладере Но Это Все Как Бо Он Кричал Кричал А Потом Подошли К Маузам После Игры Нормальной В дружеской Атмосфере Все Ну То есть Это Такая Больше Во время Игры Себя Завести Именно Больше Себя Завести Может быть Чуть-чуть Надавить На Оппонента Сколько Действительно Как-то Обидеть Оскорбить Никто Этого Не Хочет Делать Да И к тому же За это Можно Получить По Шапке И к Беспорскому Цензурному Языку Конечно Конечно Так У нас Какая-то Пауза Связанная С вылетом Шадоу Шамана Давайте Почитаем Что там Написали Стим Даун Отлично LD Не привыкать Он Вчера И похлеще Паузы Терпел Я засчитался Что-то Совсем Передай Привет Подонку Уже Передавал Сегодня Ты Прослушал Видимо Так И Не Исправил Ошибку На Твиче Исправлял Было Одно Ф Ааа Понятно У меня Было 2 Ф На самом деле Еще Давайте Прямо Сейчас Пока Есть Время Это Сделаем Да Спасибо Второй Ты не Заметил Ошибку Да Вроде бы Все Вроде бы Исправил Да Спасибо Исправил Ошибку Нави Дендер И так Далее Просто Сингсинг У него Норм Энглиш Да Он Он писал Нави Как Навер Как Как Невер Короче Как Никогда По-английски Только С буквой А Ну Видимо Да Это фишка Сингсинга Но Я этого Не знал Я не особо Смотреть Стримы Вп От игроков Ну Чисто Потому Что Я особо Любитель Смотреть Стримы Профессиональных Игр То есть Серьезных Как бы Серьезных Хотя Их уже Серьезными Со стопроцентной Вероятностью Назвать Тяжело После Некоторых Матчей Но В большинстве Своем Вот Например Сегодня У нас Я думаю Игры вполне Такие Ну Игроки К ним Подходят Во всяком Случа Ответственно У меня Крипстат Почему-то Не включен Хотя Мне казалось Что я Включал Восемь Крипов У Марфа А И стоят Они Против Силара Соло Ну Вот Здесь Я думаю Мид ЕГ Выиграет Как бы Силар Не Пыжился Ему Конечно Главный Опыт Получить Шестой Уровень Но Приходит К нему Все Приходит К нему ДДС Видя Эту Ситуацию Очень Грамотное Решение Видя Что На харде У нас Стоит Демон И Демона Тут Ничего Не Сделать Вообще Ну Что Может Сделать Демон Он Спокойненько Против Двоих Двое Точнее Его Законтрят А вот Драгон Найту Тяжело Против Двоих И как раз Лишрачок Ему В этом Плане Поможет Разве Что ЦМ Все Таки Как Лайн Саппорт По мне Гораздо Лучше Именно Вот В данной Ситуации Знает Майда Лончика 15 Крипов Ну ДК Два Крипа Из-за Такого Начала Да Еще И Линию Держит На своем Хайграунде Подойти Очень Тяжело Видите Что Творит ДК Приходится Ему Использовать Вот Такие Вот Темы Для Фарма Но Опять же Есть Еще Снизу Брюмастер Который Как раз Таки Мидгейм Король Мидгейма Можно так Сказать Неплохо Пробивают Марфа У Марфа Есть Хилка Также Есть Хилка У Семки Она Может Поделиться В случае Чего А ДК Вынужден Обузить Курьера И Бутылку Да Летит Кларити Летит Бутылка С маной Ну И сейчас Уже Крипы Встретятся В середине Причем Будет Два Ранж Крипа Ну и Две Ката Под первую Кату Никто Пушить Не собрался И будет у нас Чуть более Пассивная игра Чем могла бы быть Но опять же Здесь LGD Надо ждать Когда Драгон Найт Получит свой шестой Это во-первых А во-вторых Я все-таки думал Что Брюмастер Будет на миде А Драгон Найт Снизу в трипле И тогда И тогда бы Драгон Найт Не так сильно Качался Из-за того Что Ему активно Тепла Помогало Я думаю Как раз Нужно было Лешрака Подкачать Пока что Лешрак У нас Первого уровня У него нету Диаболика Пушить Нечем Абсолютно Ну и Ситуация Полностью В пользу ЕГЭ У них И верхняя Линия Чувствует себя Очень хорошо И мид Но все-таки Снизу Рубику Тяжеловато Приходится Он сейчас Находит Лешака Отправляет Его Полетать Ну Лешак Спокойно Проедает Елочку Всего Одну Елку Для этого Нужно Откушать Драгон Найт Успевает Забрать Иллюзии Морф Идет дальше Ну как же много КП у Драгон Найта И все равно Его можно убить Нет Морф слишком медленно Еще пару ударов Сможет нанести Дальше вряд ли Кристал Мейден Откаты Все с пылы Дает Стан Зачем 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 же Ты это сделал Силар Ну не догнали БЦМка Морф Драгон Найта У него Мувспид Выше В этот момент Брюмастер Пушит Под первого Сидж Крипа Успевают Кстати Это все Сделать Молодцы Я уже думал Что все Он Ничего Никак не Отыграется Но слишком Слабый Лишрак С первым Уровнем Диаболика Тяжеловато Денает И Вторая Попытка Сирен Убивает Энигму Очень хорошо 0-2 Заходит Под вышку Пытался Рубик Денает Нет Слишком Мало Урона Он Где-то Успел Получить Четвертый Уровень Между делом Юниверс Идет И вот Видит Абсолютно Абсолютно Отчетливо Абсолютно Хорошо Четвертого Уровня Морф 32 Крипа 8 Крипов Драгон Найт Да конечно Драгон Найт Гораздо Лучше Себя Гораздо Хуже Себя Чувствует Морф Танцует Не дает Крипам Себя Дабл Спаун Интересно Удастся Или нет Нет Не удается Вот с этого Спот Очень тяжело Отводить Нужно Самый оптимальный Вариант Отводить Либо вот сюда Либо вот сюда Потому что Даже По прямой Траектории Отвести Нужно Ну где-то Вот сюда Всех Крипов Если они Хотя бы Здесь То крипы Не появляются Очень сложный Для этого Стэк Очень сложный Сирена Загрейдила Себе Базилку Транквил Буцы Рубик Поднимает Драгон Найта Фростбайт Нова Стан в морфа Но может все равно Заберет свое Конечно Как-то не нравится мне Игра От LGD В том числе Расстановка Линии Все-таки Я думаю Что если бы Поставили вниз Но опять же Все зависит от того Как себя Сейчас проявит Вот этот Отфармленный Брюмастер Если он Действительно Будет смотреться Неплохо То Может быть И правильно Но Как-то пока что Я не замечаю Какой-то от него Активности А ДК Все терпит И терпит У него пятый Вот только сейчас Он выйдет в шестой Ну и Будем ждать Каких-то активных действий Шадоу Шаман Тоже пятый Тоже скоро будет шестой Ну а Лидер по уровню Энигма С Брюмастером Вот так А Энигма Кстати у нас Вообще Соло Ну а Хардлайне Тоже Очень интересный герой Ой как Сирену-то можно поджать Стан Дает ей Смэш Стоит Забирает Всех Аидолончиков Брюмастер Приходит Против Рубика Опять Брюмастеру Нужно действовать Очень четко Оставлять себе Ману на Клэп Обязательно После ульта Иначе будет Воровать его Рубик Всего лишь Третий Лишак Я так чувствую График у нас Да нет Всего лишь Пятьсот Опыта Выигрывает ЕГЭ А так и не скажешь Да и по золоту Они не сильно Впереди Хотя Учитывая Что они потеряли Вышку При этом Сами ничего Не забрали Они где-то Полторы тысячи Имеют преимущество Если не больше Вот так вот По чистой игре Без учета вышек Но Это так Наверное Нельзя так Не учитывать вышки Не очень правильно Брюмастер Тут бегает Ищет Приключений Демон в инвизе Ой Сейчас у демона Тяжелая может быть Ситуация Ой не у демона У Яо Но яо играет Осторожно Никуда не выходит Не рискует И у демона Сейчас кончится Инвиз Силар Уходит на нижнюю линию Вот такая тема Которую мы видим Все чаще и чаще В доте Когда Да Брюмастера Пытались убить Не хватило ЦМ киману На новую Может быть Удалось бы зацепить Когда Сначала качается Снизу один герой Набирает себе Какой-то уровень Какой-то Какую-то силу После чего Уходит со своего Лайна И все-таки Применяют Вот эту стратегию Пуша Вместе с Драгон Найтом И Шадоу Шаманом Подуль Наверное Вышка-то уже Падет Большая Вероятность того Что вышка упадет Разбивает ее Шадоу Шаман Заденает по змейкам Очень тяжело Все-таки Они выходят Несмотря на то Что Начало было провалено Их пик Может себе Это позволить Ну и не так сильно Они уже провалились Да, было плохо Но не критично Энигмы Подфармливает Эдолонами Приходил к ней Брюмастеру Никакого успеха Не добился Две вышки Сняли снизу Но теперь Наверное Будут выходить В мид Странно Мне казалось Что у Драгон Найт Раньше Был кулдаун Ульты Все меньше и меньше С уровнем Вот я В который раз Каждый раз Себя проверяю Смотрю Но нет У него постоянный Кулдаун Бах Добил одного Забавно Он так бьет Мечом Такое ощущение Что он бьет Не острием А плашмя Не знаю Почему Брюмастер Без маны Ну чем-то еще Его зацепить Получится или нет Получилось У демона Да, конечно Зря он без маны Остался И не ультануть Ничего Очередная ошибка На ровном месте От ЛГД Ну как-то им Перерыв Вообще не пошел На пользу Минус вышка Сверху Да, ее уже Не получится Загинать Не Сохранить Уж тем более Да и Смида Минусует вышку Сразу Минус два Таура Большое количество Денег появилось Практически 500 монет Каждому герою Шадоу Шаман Идет Развернись Шадоу Шаман Палит стрим Разворачивается Стая Змея Очень хорошо Шекл на Сирену Минус Энигма Сирене Не поможет Ульт Потому что На Змейке Он не действует Тайт Хантер Тоже без ульта Поднимают Воздух Рубика Ну и что Убьют Или нет Нет Красную Панду Замораживает Брюмастеру Сейчас нужно Быстро давать Клэп После того Как закончится Ультимейт Нету маны И Рубик должен Воровать Но и Рубик Не ворует Почему-то ультим И Брюмастеру Удаётся На халяву Уйти А откуда Столько маны Интересного Брюмастера У него же Не было маны Вообще Странно Или это Мир Ну всё Перекастовал Клэпом Теперь уже Можно спокойно Давать 6-1 Ну а там Драгон Найт Снизу Пушил Тир-3 Вышку Снял И треть хп Ну как бы Это не очень хорошо Вообще Драться-то ЛГД не собирались Шадоу Шаман Развернулся Даже не потому Что его шли Встречать Он знал об этом Потому что Хотел Энигме Помочь Ой Это я Я только сейчас Понял Что они Открыли счёт Своим киллам И сирену Забрали Первым Да Виталити Бустер Ну и ждём Повторения От ЕГ Ждём Сакрада И Родианса Потом Я там видел Какие-то споры Насчёт Рапиры Заставил Самый конец Только Потому что Упал как раз Трим И Очень быстро Чат пролистался Но Рапира На сирене Это такая вещь Очень Нехорошая Почему? Потому что Урон иллюзиям Идёт только Со статов И Получается Только на самого героя Он действует В то время как Урон от Родианса Тоже идёт Только Самой сирене Я имею ввиду Плюс 60 урона А сжение Проходит Даже на иллюзию СМ-ка Медальку На Идалон Сирена Будет Может быть Заползать С ульта Нет Уходит Её не видели Если бы видели Я думаю Как-нибудь Поактивнее Попробовали ЛГД Вардит Шаман Купил себе Варды Нужно нанести Их Поставил Пока что Только Сентрик На разведку Плохо всё У Силара Очень плохо У него всё лишь 40 крипов Морфа в 2 раза больше Блингдаггер От Рубика И ждём От демона Экшена Здесь он Может ещё И у Энигма Блокхол Своровать Я так понимаю Энигма Пока что Ни разу Его не Использовала Потому что Не было Возможности Сначала Потом Её убили До того Как она Что-то Успела Сделать В смоках Идут Эвилджиниус Куда Я не знаю Есть Медалька У них Но на Рошан Они не Выходят Шаманы Встречаю Кекс Сетка Минус Шаман Мы очень дёшево Зашли в смоках Убили Да Летят LGD Ну и Драгон Найт Лишённый Фарма Ему будет Очень тяжело Вышки Забирать Не удаётся Потому что Преимущество У команды Эвилджиниус Всё-таки На Рошана Заходят Не зря Эта медалька Была Использована Идалонов Клэп Промазал Клэпом Брюмастер Всем попал Отхиливается Тут же Лишак С лаской Нужно Забирают Рошана Не успели Ничего сделать Брюмастер Ловят Пульт Сирены Заходит Тайт Хантер И сейчас Даст Великолепный Ультимейт Минус Энигма Минус Шадоу Шаман Минус Лишак Остаётся Только Драгон Найт С Брюмастером Который попробует Здесь что-то Конечно сделать Майлка Они на Тайт Хантере Забирают Ну Это Это Наверное Все На Что Они Способны Поднимать Воздух Сейчас Одного Станет Брюмастер Пройдет У него Ультимейт Рубер Драгон Найт Наверное Тоже не отпустит Сейчас скоро Откатит Сетка Использован Солринг Сирена Потерялась В ёлках Пошла Сеточка Скастована Сетка Минус Армор То что нужно Против Драгон Найт Он пытается Уйти Он близок К этому И последним Выстрелом Последним Ударом Меча Забирает Его Сирена Я думаю 1-1 Очень Очень Близко Вообще Ничего В ЛГД Не получается Совсем Пик Драгон Найта Который Не пушит Не оправдался И я не уверен Что оправдается Тут уже Сирену Будет Не остановить Она Дико Отфармлена И дальше Она будет Фармиться Все больше И больше Опять 2600 Я не могу Утверждать Что это будет Опять Радианс Но почему бы И нет Если повторяет Предыдущую Сборку Он вообще Один в один Повторяет Ее Правда Акилу Не загрейдил Но Сол ринг Был Витальти Бустер Был Идут Энигма Наверное Наверное Уже Не отпустят Драгон Нойт Успевает Минус Ночь И что Морф Ультра Килл Пойдет ли Дальше За Энигмой Идет Есть Этериал Но нету Маны На все Остальное Не пойдет Ультра Килл Забирает Морт Всех четверых Абсолютно Он добил 9-0 Ему даже Аегис Не выбили Может быть Стоило драться С Энигмой До конца Чтобы она Выбила Ему Аегис И забрать Потом Энигму Но решил Сыграть Больше На команду Оставить Себе Аегис И Кому он Нужен Этот Рэмпедж Безусловно Гораздо Лучшая Драка От ЛГД Я думаю Даже По опыту Они могли Сравняться Чуть Чуть Хотя Потому что Более Высокоуровый Героев Забирали Но как показывает График Нет Все таки 4 в 5 Размен Это не то Что нужно Хотя Опять же Контролили Это до конца И все Делали По максимуму И там Драгон Найт Уже умирает От хантера Убил Энигма А кстати Не 4 в 5 Размен 4 в 4 Энигма Выжила И морф Выжил Вообще Равный Размен Но все равно Палпы Почему то в плюс Входят Тяжело Мне сказать Почему Находит Морфа Минус Аегис Минус Аегис И морф Очень сильно Перекачался Но он не такой Уже будет Способный Нет Еще оставил Себе Много Статов Выбивая Егис Не идут Дальше И LGD У них Нету Ничего Чем еще Можно было Зацепить Морфа А морф Есть морф Посмотрите Какой фарм У нас От Бульбы Три точки В лесу Одновременно Чистят Иллюзии Представляете Что будет С радианцем Я не вижу Ривера Значит Это будет Сакрат Значит Это опять Будет Радик Драгонайт Фарминг БКБ Большие проблемы С морфингом Ой как Близко камера Странно Нет Вроде Сдвинуло В сторону Стало все нормально У него уже Сверху есть Ультимейт Торп На Этериал Блюмастер Убивает Сирену Сверху Сирену Смогли Отконтролить Причем Как-то странно Смогли ее Отконтролить Учитывая Что у шамана Нету даггера Видимо Вышли из тени И все Сделали Очень классно Наспела Она даже Залетить Но поменяют Скорее всего Одну вышку На две Потому что Здесь уже идет Морф Он конечно Не такой Прямо классный Пушер Но урон С руки Уже очень большой И почему бы И не забрать вышку Забирают вышку Сверху Попробую Сейчас отдэпить Свою Нету Глифа Энигме Не удается В нее ворваться И добить Ульт Что крадет Опять ульт Ну какая ошибка От Брюмастера Сплит от Рубика Очень большая ошибка Морф Поулищит Получает Хекс Лишак Взлетает в воздух Жжет Диаболиком Брюмастер Дает Камень Шадоу Шамана Нет Это не Брюмастер Это Рубик Остается Агентственная Панда В живых Блингдаггер Обратно Я так понимаю Я так понимаю Один в один Размен Но 2-1 По вышкам Морф Убивает Шамана Спрахаста Великолепный Контроль От Фира Все Его использовал Синхронно И сразу Шел В репликейт Делая Размен 2 в 1 Вот в этом То и есть Проблема Связанная С Марф Слишком Жесткий Он вот так Вот может Ворваться Убить И его Ничем Не зацепишь А Сирена В это время Фармит У нее Уже Больше 100 Крипов И потихонечку Марф Подтягивается Нет Все таки Это Ривер И Родианца В этой Игре Не будет Будет Тараска И Тараска Уже Летит Да Синий Бобер С пропеллером В попе Несет Тараску Ну Или Может Быть Не Боберт 2600 К БКБ Подходит Селар Брюмастеру Пора прекратить Фидить Рубика Своей ультой Причем Ну Первый раз Я еще могу Понять Там Не совсем Было удобно Второй раз Его ошибка Чистая его ошибка И Отдавать Рубику Ульт Это Очень Неприятно Учитывая Что они Питаются Не первым Там Убить В него Получается Входит Весь Урон Он Ультит И Спасается Ну Кому Это Да Что там Происходит Я не понимаю Какие проблемы Со стримом Или что Стрим Опять Грет Гуфнулся Нет Все Работает У меня Показывается Что Все Окей Тысяча Человек На стриме Эксплит Пашет Мне кажется Это просто Чат Звесился Бульба Получает Стан Вот Как его Забрали В прошлый Раз Не дают Выйти Шекла Минус Бульба Они Красавцы Очень Хорошо Играют Очень Все Быстренько В сирену Никаких Шансов Спастись И вот так Вот Пытаются Вернуться В игру Сейчас Сирена Не будет 30 секунд Можно Зайти Попушить Есть Катапульта Есть ДД На Драгон Найти Ну Великолепно Правда После БКБ Оно Исчезнет Но там Есть Еще И хоста Которую Можно И заносить Рубик Линк Наза Вишрак Стан Стрипов Блюмастера Поднимают Воруют У него На этот раз Клэп Но у него Есть Ульт Он Вполне Может Улетануть Морф Сплит Пушит Но одному Марфу Так быстро Убить Вышку Нет Позволят Фортификейшн Очень хорошо Помогает Фир Как быстро Надымаживает Вышку Нужно Возвращаться Но возвращаться Очень тяжело Против Марфа Да Вот сейчас Попытался Какого-то Вернуться У Марфа Есть Манта Уже Очень много Статов Только ДК Пожалуй И может Потому что Ему хватает КП И он На хосте Остальные Понимают Что вышку Не задефить И бегут Пешком Кого Шаман Таймала Иллюзия Марфа Нет Просто Когда у меня Подвезет Стрим Я это вижу У меня Обновляется Стрим И проскакивает У меня Стрим Не включен Но я вижу Это На заднем Плане Вторая Попытка Забрать Рошана Два Очень Сильных Кэри В виде Марфа И сирены Причем Кэри Все-таки Разноплановые Сирена Чуть Больше Пуш И Какой-то Массовый Файт Морф Ж Такой Чисто Солист Солист Убийца Брю Мастер Влетает Поднимают Его Воздух Забирают Аегис Не успевает Он ничего Сделать Морф За гранью Богоподобия Уже Еще и В Энигму Даблкил От Марфа 20 на 9 Ну что Ждать Третьей Игры По-моему Уже Стоит Вам так Не кажется Последняя вышка Тр-2 Падает Ну и Сейчас Будет Отчаянная Попытка Задефить Вот на месте ДК Стоило бы Взять На 11 Левеле Второй Ультимейт Потому что Пушить Уже Не резон А Ульт ему Здесь помог Отбиваться Дает Стан Рубика Конечно Урон Хороший Но Марфа Урон Гораздо Лучше БКБ Праймал Сплит Ульт Сирены Ох Сейчас там С Брюмастером Пока он Сплите Быстренько Разделываются Оставят Одну Синюю Панду Уходит Сирена Лупаясь На сирену Поймали Рубика Да ладно Неужто Отобьются Сетка Брюмастера Ульт Шамана Прокатывается Морф Рубик Забирает Его Блэкхол В одного Марфа Тайтхантер Сбирает Своим Ультом Три в один Размен Нет Все таки Хорошего Размена Не вышло Минус Лешрак И морф Уходит Рубик Еще и Делает Блинк Поднимает Драгон Найта На некоторое Время Воздух Морф Снизу Снизу Вышку Пробивают Крепы Потихоньку Помаленьку Один Лишь Драгон Найт Выжил И у Сирены Даггер Вот это Интересный Мув В общем У Ивилджиньус Нестандартные Билды То Радианс На сирене То Даггер Хотя Общая Картина Выглядит Так же Тараско Рано или Поздно Но Транквил Буци Сол Ринг Даггер Такого Выдешь Не часто Не потеряли Аегис И уже Слишком большое Преимущество ЕГ Нас ждет Третья игра С вероятностью Там 99% 3600 Морф Следующим Айтем Будет Скади Определенно Ну и Можно сравнить Сейчас Количество Золота Которое За всю Игру Имеет Морф Это 16000 12000 Сирены И 11000 Рубика Самый Отфармленный В LGD Это Силар На Драгон Найте И у него Меньше Чем у Рубика Ну и Самый Нищий Герой Если можно Так сказать Лишак 4 шестерки Только что У него Был По уровню Тоже Морф Старше Всех Но Драгон Найт Здесь сирены Друг друга Пытаются Обогнать Но это Это так Форстаф На ЦМ Тайд Без Даггера Но Тайду Скоро Времени Должен Подлетать Пайп Еще Немножко Ему Остается Драгон Найт Выходит Стандартную Свою Тему Через Майлшторм И потом Это будет Мьялнир Но Слишком Слишком Сильно Перефармлен Морф Слишком Сильно Энигму Блингдаггер БКБ Блингдаггер Бардон Да С БКБ Будет Поинтересней Естественно Рубик Может Таскать С полы Через БКБ Мне кажется Нет И у Энигмы Будет Время После Ульта Все Активирует Свою кучу Иллюзий Заходит На ХГ Наконец-то Красный Дракон Потому что 16 уровень Половину ХП Теряет Драгон Найт Но сбивает Отличные Иллюзии На этот раз Блюмастер Поднимает Его в воздух Опускает Немножко Назад Немножко Ближе К себе Еще Драгон Найт Получает Плюшку Морф Ему Как Настоящий Рейнджи Герой Откидывает На большом Радиусе Проблема в том Что ульта Драгон Найт Рано или поздно Закончится Надо конечно Энигму первую Убивать У нее БКБ Она самая опасная Что решает Просто отступить Вот так Еще немного Пофармим Давайте Ребята У нас до Рошана Еще 5 минут До следующего Аегис есть Нужно Наверное Пайп И как раз Таки У Драгон Найта Не будет Ульты Правда К этому моменту Когда соберут Спушить Уже будет У него новое И я не исключаю Что это будет Синий дракон Гораздо более Опасный Чем Красный И зеленый Морф Закупил себе Уже Пойнт Бустер И Орбов Веном Значит Ему остается 2200 До Скади С таким ГПМ Это 4 минуты Ну 5 Если чуть Он будет Снижаться Постепенно Что-то Перекладывает Морф Что-то Продает Рубик Тут А Бладстоун Хочет Да Нет Да Хочет Бладстоун Купил себе Солт Бустер Взял обычный Сапог LGD Боятся Боятся Морфая Его чудовищного Прокаста С огромным Уроном Потому что Лишак с Энигмой Его просто-напросто Не переживут А БКБ Можно не успеть Включить Шадоу Шамана Его тоже не переживет Пошли В смоках Ищут Ищут своих Оппонентов Уже с Пайпом На этот раз Ну и даже Если никого Не найдут Они просто Зайдут в смоках Идет сюда ДК дефить И он не знает Что его ждет Так Тут же Сетку Поднимают Вот тут Все Своровали Байбека нет 100 монет Не хватает До Байбека И без ДК Сейчас можно Очень хорошо запушить Тайд Не активирует Пока что Еще и скаты Зашли Иллюзии Сирены Шадоу Шаман Ставит свои Вот теперь Пайп Когда подходит Новая пачка Крипов Пайп Хорошо Поглощает Урон От Лишрака Минус Вышка Ну и Минус Нижний барак Великолепно Все использовал Исполнили Evil Genius Поймали они ДК Вот на таком фарме В смоках Зайдя Не ожидал Он этого совсем Там еще по ходу Дела он Тайтхантера И не видел Иначе бы Начал улетать Там использовал БКБ Но так как ночь Они стояли Очень близко Тайтхантер Понимал что там ДК Во первых Он бил крипов Во вторых Он был в смоках И смоки И вторую вышку Тоже теряю И вторые бараки Могут потерять Эзербласт Адаптив страйк Другого Эзербласт Одного Самый лучший Использовал Морф Скади себе Притащил Ультует Брюмастер В морфа Врываются Очень хорошая Ульта сирены Забавно Панда не засыпает Зеленую панду Убили Красную убили Зеленая смогла Отступить БКБ Хорошие Ульты Энигмы Ну что Смогут хоть как-то Сейчас расправиться Тайтхантер Уходит Последнего удара Ему не хватает Блэкхолл Ответный От Рубика Драгонайт Все еще живой Трипл килл От морфа И пишут ГГ Скорее всего Это ультра килл Второй ультра килл От морфа Он заканчивает Игру С счетом 19-0 Да Морф-то Убийца Настоящий убийца И нас ждет Третья решающая игра Которая Я напомню За первое место В группе Вот так вот ЕГЭ показывают Что им есть Что делать На интернешнале И даже LGD Обыгрательное состояние А если они В состоянии Обыграть LGD То из зенит Я думаю Можно потягаться Возможно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok